Открой Открой мне, Господи, глаза мои Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня наш гость – священник Дмитрий Березин, настоятель Казанского храма в селе Молоково. Добрый день, отец Дмитрий. Добрый день. Вы еще являетесь руководителем интернет-журнала «Батя» об отцовстве. И мой первый вопрос будет связан с отцовской тематикой. Наш президент Владимир Путин недавно заявлял, что, в принципе, было бы правильно учредить общероссийский день отца. Мы записываем эту программу в начале сентября. Возможно, когда она выйдет в эфир, уже будет официально объявлен день отца. Давайте расскажем, что это, зачем он нужен и как общественность шла к тому, чтобы этот день был действительно учрежден на российском уровне. Да, будем надеяться, что действительно этот день появится. Во-первых, этот день подчеркивает особо роль отца. Он привлекает, может быть, напоминает папам о том, что они не только добытчики, как иногда считается в некоторых семьях, но они также вполне себе полноценные члены семьи, вот так я скажу, которые принимают участие в воспитании детей и в различных совместных мероприятиях. Потому что иногда действительно сталкиваешься до сих пор с такой проблемой, что папа как бы сделал дело и дальше отдыхает. Воспитанием детей должна заниматься мама. Ну, это вот один еще из дней, когда мы напоминаем, вспоминаем. А на самом деле сама роль отца, она меняется и заметно меняется, потому что мы выпускаем этот журнал уже с 2007 года, и тогда действительно можно было говорить, что это такая, можно сказать, пустыня. И положительных примеров отцовства было очень трудно найти. И вообще вот сейчас в парке, например, когда гуляешь, папа с коляской – это норма. А в то время это было, скорее, такое какое-то исключение уникальное, когда папа решил с ребенком погулять. И то, что этот день отца сейчас появляется, на самом деле уже много лет об этом говорится. Примерно с 2015 года эта идея, она набирает обороты в различных сообществах, в том числе при Уполномоченном по правам ребенка, при президенте Анне Юрьевне Кузнецовой. Эта идея, она давно уже, можно сказать, лоббируется, лоббировалась. Я надеюсь, что она появится. Это замечательное, я бы не сказал, как иногда некоторые люди воспринимают, как противопоставление отцовства материнству. Нет, это скорее хорошее, правильное дополнение. У нас есть день матери в ноябре, и также, если в октябре будет день отца, это просто прекрасно. Это замечательный повод для школ, для парков. В это время еще можно в парках мероприятия проводить, для семейных сборов, для различных таких отцовских активностей с детьми вместе, ну и, конечно, семейных. Поэтому, если он будет принят, этот день отца, я думаю, это будет только лучше. Тем более, что, как Владимир Владимирович сказал, что идея, национальная идея – это крепкая семья. Вот, мне кажется, это замечательная, сформулированная задача, и день отца он только будет эту идею поддерживать. Когда вы общаетесь на приходе с отцами вообще в своей общественной деятельности, как вы убеждаете, как, если отец говорит, что это не его дело участвовать в воспитании детей, ссылается на что, и какие аргументы вы приводите, чтобы убедить, что это не так? Ну, в этом смысле мне немножко проще, потому что я общаюсь в основном с отцами, которые так не считают. Поэтому, ну и вообще в тематику журнала «Батя» включены именно те отцы, для которых это не безразлично, для которых общение, ну вообще отцовство в широком смысле этого слова является естественной, правильной такой жизненной ролью. Вот, иногда одно из самых важных ролей, и вот, в частности, есть у нас один из проектов «Быть отцом», в котором были сделаны интервью с известными отцами, где вроде бы, вот опять же, да, берем этот стереотип, что папа занят, папа все время на работе, но уж герои этих интервью заняты, наверное, больше среднестатистического человека, и они все равно находят время и находят смыслы, которые доносят до детей, находят формы общения с детьми, и, конечно же, они понимают важность всего этого. Поэтому вот с теми отцами, которые безразличны, скорее, не приходится сталкиваться. Вот, ну вот, наверное, так. А она приходит тем более, потому что если уж папа пришел в храм, то, значит, и вся семья в храме, и, значит, он прекрасно понимает свою роль, свою задачу. И это, конечно, замечательно, когда вся семья вместе, потому что довольно частые ситуации бывают, когда мама, мама с детьми в храме, а папа где-то там вот в нейтралитете. Хорошо, если не вооружен нейтралитет. Ну, в основном, конечно, сейчас вот эта роль отца, она, ну, очень здорова, очень здорова, очень правильно понимается. И вот этот подход, что я заработал деньги, отдыхаю, он скорее такой, ну, является уже атовизмом. Я надеюсь, что эта тенденция будет дальше развиваться. И семья, она крепкая тогда, когда все вместе. На примере вашей семьи расскажите, как, в чем ваша роль как отца состоит? Ой, это самый больной вопрос, как всегда. Да, ну, роль, конечно, в первую очередь стратегическая. То есть мне очень важно почувствовать каждого ребенка, его сложности, его проблемы, его желания, его стремления. Да, потому что, с одной стороны, конечно, нужно поддерживать какие-то интересные начинания детские. А с другой стороны, мы понимаем, что у любого ребенка есть лень, есть личное какое-то время, в которое мы не знаем, чем он занимается. И это тоже нормально, оно должно быть. Вот, поэтому по мере вырастания приходится искать для каждого вот эти вот балансы, где-то активно участвовать, где-то, наоборот, отойти в сторонку. Вот сейчас у меня старшая дочерь одна захотела пойти в кадетский корпус, например, Вера. И она сама заявила, мы искали возможности, нашли корпус, этот она туда поступила, и вот сейчас учится, ходит в форме, она там живет в будние дни, ну, такой полупансион, ей нравится это, никогда бы не ожидал, да, например, я такого, ну, я человек не военный, поэтому для меня это непривычно, вот, но вот ей это захотелось, понравилось, она сама высказала, мы ей помогли. Вот, сейчас посмотрим. Вот, София, например, она старше увлекается рисованием, да, она пошла в художественный колледж, вот, поэтому увидеть желания, начинания какие-то, поддержать их, вот, я думаю, что в этом главная задача, подсказать, потому что, естественно, мы общаемся, обсуждаем какие-то их идеи, вопросы, ну, вот, наверное, так. Ну, как вы время вместе проводите, если оно есть, совместное? Ну, у нас, скажем так, таких классических вариантов, когда выходные, семья едет, там, не знаю, куда-нибудь на пикник, да, таких, можно сказать, не бывает, у детей очень мало остается личного пространства и времени, поэтому выходные они предпочитают куда-нибудь спрятаться от родителей в большинстве своем, вот, но вот мы все равно находим, ищем возможности, это лето мы провели на Алтае, как раз вот полностью еще семьей, со всеми детьми, где были у нас и отдыхи, были и сплавы, были и горные походы, были дни без интернета, что очень важно в наше время, вот, поэтому мы создаем такие условия и пытаемся, чтобы и дети тоже захотели в этом участвовать, это тоже очень важно. Вы автор идеи, или соавтор идеи знаменитого ралли, в котором все семьи принимают участие, состоялось ли оно в этом году, в январе, и вообще, какова его история, и как вы видите его развитие? Да, это называется семейное ралли-батя, авторалли. Ну, история вот такая, что собралось несколько людей разных совершенно, да, и стали размышлять о том, чтобы такое сделать на приходе в тот момент еще для семей, какое-нибудь семейное мероприятие, а что бы такое вот нам выдумать? Вот, и поскольку там оказался спортсмен по автоспорту, Сергей Александрович Ушанов, он высказал идею семейного авторалли. Ну, мы как-то так подумали и решили попробовать, что бы это могло быть. И с каждым годом, а уже прошло 9 лет, вот следующий, 4 января, мы надеемся, у нас будет 10-е семейное авторалли, юбилейное. Мы каждый раз какие-то новые придумываем идеи, истории. И, конечно же, это авторалли, это не просто какой-то автопробег, что важно, а это именно спортивное любительское состязание. То есть оно проходит по правилам настоящего спортивного ралли. И даже у нас есть участники, кто, ну, предыдущих лет, кто перешел потом уже в полупрофессиональный спорт. То есть они увлеклись, им понравилось, и они стали уже участвовать в таких профессиональных, полупрофессиональных автосоревнованиях. Уникальной особенностью является то, что в авторалли этом могут участвовать дети. Потому что, ну, естественно, в любом спортивном авторалли дети только зрители. Вот, а здесь ребенок с 12 лет может быть штурманом, он может сидеть на переднем сидении. И полностью, вот как проходит настоящий профессиональный ралли, ну, естественно, со скидкой на любительское, оно осуществляется. В начале января у нас нет пробок в городе, и поэтому кататься по зимнему городу, праздничному, по интересным местам, потому что маршрут всегда прокладывается такой уникальный, очень здорово. Вот целый день с утра до вечера, 3 или 4 января, ну, в зависимости от дней недели, каждый год мы такое мероприятие проводим. Сколько уже семей участвует? В среднем у нас есть ограничения до 60 экипажей, то есть, ну, вот порядка 60 экипажей каждый год участвуют. Вначале было, по-моему, экипажей около 20 в самом первом ралли, но вот сейчас мы вышли на 60, и при этом в этом году, несмотря на пандемию, на все эти ограничения, заявок было больше 100 подано. Мы многим отказывали. Почему? Потому что автомобили стартуют по правилам с интервалом в минуту, и чтобы успеть в течение дня все это, ну, как бы мероприятие провести, а это только час на старт, час на финиш, плюс 3-4 часа дороги, плюс награждение, ну, то есть, это очень много времени занимает, то мы вот 60 автомобилей ограничиваем. 60 семей в среднем. Ну, удивительный опыт. Я один раз участвовал, действительно, это было очень ярко, эмоционально, все включены, и завершается это большим праздником совместным, таким небольшим концертом. Как, насколько эта идея может быть использована в других регионах, в других храмах? В принципе, ограничений нет. У нас есть опыт в Волгограде проведения такого авторалли. Один или два года проводили тоже семейные ралли. Поэтому, если кто-то хочет провести у себя в городе на приходе такой ралли, то, пожалуйста, меня можно легко найти в интернете. Пишите, мы все подскажем, поделимся опытом, и мы даже можем, как у нас Сергей Александрович приезжал в Волгоград и помогал составить эту трассу. Потому что, чтобы составить маршрут, нужно не только знать, где ездить, а нужно с точностью до 10 метров и с таймером проехать весь этот маршрут не один раз, для того, чтобы участники не знают конечной точки. Они не знают промежуточных точек. Они едут только, где им показано, что через 20 метров направо, через 30 метров налево. И если они доедут в итоге, значит, они не ошиблись. Поэтому составить такой маршрут тоже такая определенная задача. Но мы, естественно, с удовольствием поможем, подскажем. Если эти ралли будут проводиться в разных регионах, это будет, мне кажется, только лучше. Вот такой у вас сплоченный приход. Давайте чуть подробнее расскажем и о храме, и о приходе. В чем его уникальность? Где он находится? Кто прихожанин? Храм находится в селе Молоково. Это сейчас Ленинский городской округ Московской области. От МКАДа находится не очень далеко, порядка 10, может, 15 километров. Исторически это село достаточно древнее. Оно упоминается еще в грамоте Ивана Калиты 1339 года. Оно тогда называлось село Ирининское или Орининское. Он упоминает его как в своем завещании, когда уехал в Орду. То есть у него такое было духовное завещание. Поэтому оно имеет достаточно глубокие исторические корни. Самому храму этому 200 лет, уже больше 200 лет, он строился в период, когда у нас была Отечественная война 1812 года. Перед ней строительство началось, и после нее окончилось, храм был освящен. Он каменный, связан с именем Анны Алексеевны Орловой. Это дочь графа Алексея Орлова-Чесменского, нашего известного флотоводца. И в том числе одного из коневодцев. Орловская порода тоже связана именно с именем графа Алексея Орлова. Поэтому он имеет определенные исторические корни. В настоящее время прихожане – это, с одной стороны, жители села Молоково и окрестных сел. Которые еще, когда меня назначили в этот храм, это был 2009 год, еще вот эта вот такая сельская атмосфера, она сохранялась. Когда люди жили дворами, знали друг друга. Там много фамилий одинаковых, родственников жили на одной улице и так далее. То есть вот эта вот единственная сплоченность, они были, и мы их до сих пор замечаем очень ярко. Когда 9 мая или 22 июня мы совершаем панихиду по погибшим на фронте. И когда читаем имена, а мы специально зачитываем, я зачитываю сначала фамилию, а потом имена. И вот там есть списки, там, до 10 имен одной и той же фамилии. То есть одна фамилия такая-то, там, 10 имен, да, 10 мужчин ушло на фронт и погибло. Другая фамилия такая-то, там, 5 мужчин ушло на фронт и погибло. И эти фамилии – это, ну, те же наши прихожане. То есть мы, людей с этими фамилиями, они у нас работают в школе, служат в храме, приходят. То есть они здесь живут здесь же. Поэтому вот это вот единство очень важно. Ну, и поскольку сейчас строится множество новых микрорайонов, то приходят новые, соответственно, жители этого района нашего, да, вокруг храма. И тоже очень интересно, потому что это молодые люди, молодые семьи. Мы вместе придумываем различные такие вот тоже совместные мероприятия. Ну, действительно, вокруг Москвы застраивается активно многоэтажными кварталами. То есть это десятки тысяч людей, которые в эту действительно сельскую атмосферу вливаются. Она уже становится, конечно, совершенно не сельской. С какими они ожиданиями, проблемами приходят жители именно многоэтажек по сравнению с тем, как приходили 10 лет назад жители села? Ну, во-первых, можно отметить все новые районы. У них, ну, по крайней мере, то, что я замечаю, определенно есть такой жизненный цикл. Ну, во-первых, период строительства, период ремонтов, заселения. И первые несколько лет – это постоянные конфликты. То есть все друг с другом ссорятся, ругаются по поводу парковок, по поводу соседей, по поводу мусора, рабочих. Ну, то есть вот такое бурлящее-бурлящее море. И туда, когда пытаешься погрузиться, у нас вот один из микроэнф, он сейчас уже успокоился, там люди уже все осели, они уже ассимилировались. То там, конечно, сразу со всех сторон, а что вы к нам лезете, со своей церковью, например, если ты от лица церкви выступаешь и так далее. Потом проходит лет, наверное, 5, ремонт закончен, соседи как-то познакомились, и люди начинают жить нормальной уже жизнью. Вот у нас один район уже успокоился, второй еще пока в процессе бурления такого некоторого. Ну, а проблемы, собственно, наверное, они, ну, если говорить о духовных проблемах, они принципиально не меняются. То есть они как, ну, вот, бывают у среднестатистического нашего гражданина, так, наверное, они и продолжают быть. Насколько часто зовут освещать квартиры? Очень редко. Редко? Да, да. Вот сейчас, на удивление, вот эта традиция, которая была, ну, можно сказать, неукоснительной, да, освещение квартир. Ну, другое дело, что, может быть, я редко еще освещаю сам, потому что, ну, у меня есть второй священник, которым я чаще всего поручаю, и, может быть, к нему чаще звонят, просто обращаются. Но вот такая традиция освещения домов, помещений, она, ну, немножечко уходит. И, опять же, очень много жителей приезжают не из, ну, так сказать, российской глубинки, где эта традиция еще сохранена, да, а там, ну, вот, из других регионов, где, наверное, еще, может быть, ее нету даже, такой сформировавшейся. Вот, поэтому не сказать, что часто. Вообще, за счет чего живет приход? Я хочу сказать, что у вас экономическое образование, вы кандидат экономических наук, и, насколько я знаю, даже читаете лекции о бюджете прихода. Расскажите, что это, из чего он состоит. Ну, да, у меня был такой опыт. Я, поскольку учился в университете управления, я обратился на кафедру с просьбой, говорю, а давайте вот я расскажу о том, как живет настоящий приход, языком, собственно, который студенты поймут. И, да, несколько раз мы такие лекции для студентов читали, третьих, четвертых курсов. Почему? Потому что обычно, когда с человеком общаешься, не церковным, далеким от церкви, ну, представление какое, что, ну, ваше государство финансирует, да, вот поэтому у вас все так хорошо. Когда начинаешь говорить, ну, подождите, а где в бюджете, например, государство есть финансирование православных приходов? Нет такой строчки. И начинаешь выяснять, ну, оказывается, на самом деле, что государство не финансирует храмы, да, и приходы, и их жизнедеятельность. И, по сути, если вот взять в чистом виде, то любой приход существует за счет своих прихожан. То есть то, что прихожане жертвуют, да, они там жертвуют за записки, за свечи, да, еще за что-то, или просто жертвуют на храм, или на, там, ремонт храма жертвуют, да, то вот за счет этого, собственно, сам приход живет, он осуществляет все свои проекты, благотворительную деятельность. То есть, по сути, как я вот иногда формулирую, собрались хорошие люди, да, и вот благодаря их силам, иногда труду, да, это не обязательно какие-то финансовые средства, вот происходит что-то интересное. В этом смысле, кстати, очень показательны монастыри, потому что монастыри, когда основываются, это очень маленькое количество монахов, которые своим трудом, день за днем, молитвой берут и созидают на каком-нибудь пустыре, да, или в лесу, или вообще непонятно где, красоту. Вот, ну, приход это чуть попроще, потому что все работают, ну, примерно так же. Как обстоят дела с пожертвованиями за совершение таинств? Да, это такой больной вопрос. У нас даже в Яндекс.Картах есть такие же отзывы, вот, и вот год, наверное, или полтора назад был такой отзыв, что вот какой храм ужасный, вот я обратилась за крещением, мне назвали там сумму 3000, все так дорого, все кошмарно, вот, и вообще не ходить сюда. Я отвечаю, девушка, вы знаете, если вы действительно обратились в наш храм, вам бы сказали, что за крещение, венчание и отпевание у нас сумма пожертвований никак не оговаривается, то есть вы сами решаете, сколько вы хотите пожертвовать, и сумму 3000 вам никто не мог назвать, просто потому что ее нету. Вот, ну, она промолчала, как бы не ответила, но это действительно так, то есть мы сразу практически выбрали такой формат, что если человек хочет покрестить ребенка, повенчаться, или нужно отпеть кого-то из близких, люди сами определяют ту сумму, которую они хотят пожертвовать. Правда, сейчас мы немножко переформулировали, потому что, к сожалению, бывает такое отношение, ну, как к чему-то маловажному, да, то есть, ну, отпеть, ну, отпеть, да, там, пусть там 100 рублей, пусть пожертвуем. Вот, здесь вопрос не финансовый, а вопрос, насколько люди вообще относятся к этому, стали относиться как к важному, потому что иногда на отпевании чувствуют, что люди молятся, да, что для них это очень важно, и они переживают, а иногда чувствуют, что для них это такая еще, там, словно, там, 40 минут времени, которые придется потратить для того, чтобы постоять в храме. То есть они, для них это неважное какое-то событие, они не молятся, они не вникают в слова богослужения, это тоже важно. Поэтому мы написали такое, как бы, ну, пожелание, чтобы эта сумма была доступная для человека, она была заметная, но при этом пожертвование было в радость. То есть вот такое немножко сформулировали, чтобы, ну, люди все равно спрашивают, да, все равно как-то думают, волнуются, вот мы так вот сказали, чтобы и в радость, но и чтобы вы почувствовали, ну, хоть какую-то значимость для себя, что это не какая-то там процедура, да, которую вам надо проходить, вот, а это именно таинство, ну, естественно, мы стараемся, естественно, перед крещением, перед венчанием проходят беседы с крестными, с родителями, чтобы они, ну, более осознанно, я не говорю уж прям, что совсем осознанно, но те, кто хочет, они могут осознанно к этим таинствам приступать, в них участвовать, вот, поэтому тоже важно. Для отпевания у нас, ну, как и для крещения, есть специальные даже памятки, мы распечатываем и даем людям, чтобы они прочитали о том, что такое отпевание, зачем, как молиться об усопших и так далее. То есть мы прямо даем всем, кто приходит, в надежде, ну, и обязывать не можем, но в надежде, что для них это тоже будет такой мостик к храму. В завершении нашей программы, как в целом за эти годы изменилось отношение к церкви, как вам кажется? Сложно сказать, есть такое понятие десакрализация, вот, я думаю, что отчасти для, ну, понятно, для 100% мы здесь не можем говорить, но для многих людей происходит некая десакрализация церкви, то есть те таинства, те молитвы, которые там происходят, они немножечко, ну, может быть, нивелируются, их духовные значения, и воспринимаются как вот, ну, вот, такие духовные услуги. Вот, об этом говорили уже много лет назад, и для ряда людей важность этих таинств, и даже, может быть, таинственность, да, она иногда, вот, мы говорим про освящение квартир, она немножко нивелируется. Это с одной стороны. С другой стороны, церковь, одно из таких, да, направлений, церковь хочет быть открытой для людей. Вот это, я думаю, они взаимосвязаны немножко. Люди ищут, ищут какой-то, ну, иногда страшно войти в храм, а здесь вот мы говорим, ну, заходите же, наконец, да, вот мы вам, вот мы вам вот это, вот это, вот это, то есть придите, мы для вас открыты. И вот этот вот баланс еще, может быть, пока только нащупывается, потому что, с одной стороны, все открыто, с другой стороны, такой насущной потребности иногда люди просто не испытывают. Вот, и мы стараемся найти, может быть, какие-то пограничные темы, чтобы затронуть эти духовные струны души. Об этом мы поговорим в следующей программе, о вашей, в том числе, богатой миссионерской деятельности, обширной. Спасибо большое за беседу. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok